Во время своего четырехдневного исторического визита в Дублин королева Великобритании Елизавета II обратилась к ирландцам, выразив свое сожаление и сочувствие всем пострадавшим в результате длившегося веками конфликта между Англией и Ирландией. Речь королевы прозвучала 18 мая во время званого ужина в Дублинском замке. Это первый визит британского монарха в Ирландию с того момента, как страна отстояла независимость от Лондона в 1921 году. «Так сильно этот визит напоминает нам о сложности нашей истории, многих её этапов и традиций, но также о важности терпимости и примирения, о том, что нужно быть в состоянии уважать прошлое, но не быть связанным им. Конечно, отношения между нашими странами не всегда были ровными или добрыми. Грустная и печальная реальность в том, что в истории наши острова пережили слишком много страданий, тревог и потерь». В своей речи королева воздержалась от извинений за британскую жестокость, но её обращение о необходимости отдавать дань прошлому, но не быть им связанным, оказалось созвучным для многих ирландцев, которые считают, что стране необходимо оставить конфликтные отношения с Англией в прошлом. Королева, чей кузен был убит ирландскими националистами в 1979 году, также сослалась и на личную потерю в своём обращении, транслировавшемся на всю страну. «Эти события затронули всех нас, многих из нас лично, и служат мучительным наследием». Между тем, современный этап отношений между Ирландией и Великобританией Елизавета II оценивает достаточно оптимистично. «Но правда и то, что никто бы не смог предположить несколько веков назад прочности связей между правительствами и гражданами наших двух стран, которые установились сейчас». Королева Великобритании посетила Ирландию по приглашению президента Мэри МакЭллис. Открывавшая званный ужин в Дублинском замке, президент отметила, что визит королевы стал подтверждением. Сегодня эти две страны не просто соседи, но и коллеги, и друзья. «Хотя моря между нашими двумя странами часто штормили, наш выбор – построить прочный и устойчивый во времени мост дружбы и перекинуть его в новое и счастливое будущее». На мероприятие были приглашены известные ирландские политики, спортсмены, деятели искусства. Лидеры националистической партии Ирландии Шинфейн, которые выступают против визита королевы Великобритании в страну, не присутствовали на ужине.